Вальсом Штрауса в зале Брестского областного общественно-культурного центра началось торжество в честь 70-летия художественного руководителя городского духового оркестра Валерия Коваля. Человека, который наполняет город душой и заставляет его жителей улыбаться, даже если день не сдался. Девиз, под которым талантливый человек проживает каждый свой день, звучит просто, но очень трогательно. Я бы сказал, делать добро людям. Если ты будешь делать добро людям, оно тебе воздастся. Я вот, у меня так, каждый день я прихожу домой и спрашиваю, а что ты сегодня полезного сделал? А что ты доброго сделал? Понимаете, если я сделал какие-то добрые дела, кому-то помог, что-то сотворил, то на следующий день я чувствую какой-то прилив энергии. Значит, там сверху видят себя. Большие сотни выступлений за год. Ему можно услышать в разных уголках города, будь то парк или главная площадь. Эти музыкальные вечера лечат душу и сердце горожан, кружат вальсы и дарят улыбки. Художественный руководитель городского духового оркестра вместе со своей командой давно стали брендом Бреста. С помощью талантливых музыкантов в праздничный день Тысячелетия областного центра о нем узнали и далеко за его пределами. Воваль Валерий Борисович, наверное, самый важный и самый главный человек в культуре Бреста. Да-да, именно так, потому что ни один праздник, ни одно событие не проходит без Валерия Борисовича. Оркестр, созданный им 25 лет назад, тоже вот, в общем-то, будет скоро его юбилей, присутствует на всех важных мероприятиях. Валерий Борисович такой человек, о нем вообще можно говорить очень-очень долго, и все равно будешь о чем-то важном не скажешь, потому что он не только творческая личность, такая многогранная личность, удивительный человек. Он объединяет вокруг себя всех талантливых людей города Бреста. С приходом этого яркого, талантливого дирижера Брестский городской духовой оркестр становится настоящей творческой лабораторией, где воплощаются в жизни самые смелые планы, и это подтверждают его коллеги и друзья. Человек, который постоянно что-то в творческом поиске находится, постоянно какие-то предложения от него исходят, что-то хочет все время сделать, что-то новое, что-то внести, какие-то новшества. Репертуар очень большой, разнообразный на любого зрителя и на любого слушателя. Посмотрите, как он за эти годы, когда пришел работать в оркестр, поднял наш оркестр, возвысил, привел его в город, поближе к народу, и город завальсировал. Город танцует, город живет. И благодаря ему, конечно же, и солисты оркестра тоже стали узнаваемы, их узнают, приходят на их концерты. Мы его, конечно, все очень любим и желаем ему самое главное, все его планы, чтобы сбылесь и чтобы он был здоров. Мы его просто все любим, обожаем, я тоже. Сегодня Брестский городской духовой оркестр – это живой творческий организм, который активно и быстро развивается. В репертарии коллектива более тысячи мелодий, которые с душой исполняют профессионалы своего дела. В планах у музыкантов реализация множества проектов, которые будут проходить под чутким руководством маэстро. У нас проект «Музыкальный вечер» на Советской. Он входит, набирает обороты, и уже я чувствую, что он получает, брендом становится Брестом. И это очень важно. Теперь у нас появляется новый бренд. Это марш тысячелетия у нас был, парад оркестров. Из-за пандемии мы не смогли его провести в прошлом году, хотя деньги были выделены, все было. Но я думаю, что как только немножко успокоится обстановка, мы сделаем этот проект тоже брендовым. Вообще у меня идея есть такая, чтобы его назвать «Брестская крепость». Проектов много, и каждый из них сможет подарить людям радость и незабываемые эмоции от встречи с прекрасными. Ирина Левчук, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.